вот там да что-то полетели и вот кружок сработал как раз или лебеди как раз кружок бахнул вот потихоньку тянет стоят двойники не знаю успела на его заесть или нет ну все прекратилось наверное не дал ей скушать живца ну мелкая была короче держала просто его так у нас очередная поклевка кружок перевернула и обратно вот поставила как он стоял мотала правда не сильно сейчас глянем щука мелкая в основном что-то вообще как-то слабенько не знаю вроде что то есть неплохая вот это да я весь тут короче работал все с ней вот у грязь ну это такая неплохая щучка не успел еще эту отцепить но тут была поклевка мотала хорошо сейчас пока не видно дождик начинается сейчас глянем вот там да что-то отлично вот это сегодня нормальные такие крокодильщики о всем не перепутали вот это уже отличная щука то зачета это так прям вообще супер вот такой вот крокодил сейчас буду разбираться не знаю вот это такая полторашка точно это поменьше два таких достойных экземпляра ладно буду разматывать сейчас я тут все запутаю ламину и разберусь не зря оперся в эту погоду нелетную вот такой вот крокодильщик так пока одного отцепил там на берегу выложил 3 кружок мотает подплывая сюда тишина сейчас посмотрим да не размотана вроде что то есть еще такая нормально короче сегодня наверно попал на раздачу хороших щук наконец-то за год а то все писали мелочь мелочь ну вроде как проклюнулась что-то посерьезней так ладно поехал я цеплять их снова ставить кружки а то времени на рыбалку не сильно много остается поздно сегодня приехал был дождь вот сейчас такой ветер и тучи везде начался такой вот ливень у меня там две поклевки есть сижу сейчас плаще снимать плохо надеюсь пока закончится не уйдет там одна получается и вот там если видно да погодка короче ноябрь себя то еще одна поклевка была вот здесь возле берега получается намотала неплохо одно время сейчас подождал немного затиху сейчас будем смотреть размотки нету ничего нету наверно сюда затащила и все здесь она а нет сидит чучка ах прямо в палец в рот ей короче зафигачил сотрить блин заела она короче и палец мой получается там искал и прямо за палец она меня вот с двух сторон бабахнул ну чё тоже такая неплохая вот уже правда скушала живца полностью за одной пальцем моим закусила да еще буду доставать ее блин не заметил думал ничего нету так не видно поводок уже он достал и как раз туда палец короче шлопнула меня печалька ну чё будем отцеплять ее тоже такая неплохая в районе грамм 700 наверное 800 вот так вот бывает берегите пальцы на рыбалке особенно когда щуку ловить получается смотрю этот кружок сразу и не заметил плавает себе здесь мотает сейчас попробую если там камеру конечно дождем не зальет посмотрим если есть что-то вроде все размотан сошла порвала лес блин обидно да как так перекусила получается перетерла вот эту вот этот поводок да ну чё поделать ничего такая неплохая щучка была очень дождь немного прекратился сейчас посмотрим есть здесь что нет а тут прям такой ливень зарядил хотя они передавали сильный дождь непонятно наверно нет ничего да нет живца просто непонятным образом сняла и все так ветер стих немного вот сейчас будем смотреть ну тут как-то перевернуть перевернула и все наверное сейчас глянем да тут жипца просто нету жипца забрал ставлю жипца идем еще посмотрим еще два перевернутых есть сейчас поставлю запущу пускай плавает все этот отправляем и плывем смотреть вот вот там возле кустов очередную поклёвку конечно на чистом когда поклёвка по гораздо лучше не надо возиться мотает и мотает в кусты сейчас я тут буду долго наверно возить да тут она уже успела намотать хотя вроде бы где-то здесь не хочется повторить опыт прошлый с пальцем вот такая вот щучка ну чё тоже неплохая такая за полкило точно на того же живца на которые палец разбил тоже в желудок скушала ладно буду цеплять поедем еще одну посмотрим это сейчас опять напутается даже куни выложил до сих пор года такая и солнце и дождь там кучи черные прям здесь поклёвка и вот там и клюнула тоже сейчас вот эту посмотрим опять дождь ветер порывы сейчас глянем что здесь у нас здесь у нас ничего мотать начала туда на на чистое но бросила не зацепилась живца всего просто разрезала хлам видите какие порезы полностью весь желудок разбомбила в общем буду ставить включусь потом а то снова дождь солнце и дождь вот когда летом еще погода была получается прорубил здесь такую пропилил дорогу так вообще невозможно было идти смотрю и жирность тут постоянно стала шастать вот так вот белорусские джунгли готовятся к зиме листья уже опали здесь весной вода была в начале лета пояс воды а сейчас вот все сухо так очередная поклёвка ребята на вот эта буря прям разыгралась сейчас посмотрим вроде мотала сейчас будем смотреть там одну вытащил такую большеватую прям наверное все до сошла а может еще и нет все теперь точно сошла не дал ей захватить хорошая щука была ладно вот одну такую побольше снимал камера выключилась она прям я еле кружок до догнал ладно так ребята есть еще поклевка сейчас посмотрим вроде мотала вот это я ее закинул сходу она и не поняла что с ней произошло на тройничок взяла на тройник вот так вот попалась все таки перезапускал много раз получается все таки она села такая рам 600 700 пойдет может даже немного побольше будет так снова на плавающего бахнул сейчас посмотрим снова на вот этот ну что то есть оба под лодку заводит еще одна такая же все как по стандарту вот это тоже сбоку вот еще одна все примерно одинаковый плюс-минус сейчас буду отцеплять и снова поставлю ну запущу что плавал эти как бы по периметру так стоят а вот один запускаю чтобы плавал получается вот на него поклевывает тоже неплохо есть у меня такой живец еще ему зря без дела быть проник правда маловато ну чем черт не шутит сейчас я его поставлю а вдруг что нибудь да на него бабахнет тройничок конечно детский ну еще сейчас глубину выставлю примерно ну такой старый кружок ну ловит суть то не в этом ну все пошел все поплыл главное чтоб кружок не переворачивал не знаю возможно сейчас сам карась будет переворачивать тогда поставлю на более широкий да ветер сегодня очень сильный прям вот все унесло меня так ветрище конечно сумасшедший вот смотрю снова этот кружок перевернулся там где здоровенный карась сейчас посмотрим попытка номер два ну наверное он просто сам его переворачивает этот кружок ну сейчас посмотрим хотя там такой карась должна быть просто огромная щука хотя никаких признаков не вижу да просто переворачивает сам и все в общем никто не хочет его есть ну или достойный щуки нету так в общем ребята посижу еще полчаса где-то буквально потому что далеко выбираться идти через болото пешком когда машины проблематично будет ночь надо засветло в общем двигаться что по поклевкам буквально час поклевок уже нету то есть вообще никак даже живца не пробует в общем посижу говорю пол часика и буду собираться в общем вот такая рыбалка сегодня ветрище сумасшедшего туда выплываешь прям сдувает здесь вот еще как бы так в этом углу здесь получается вот так вот за кустами там как бы немного бугор такой поспокойнее порывы такие прям лодка становится неуправляемой ладно смотрим если что-то будет покажу обязательно такие тучи ходят так в общем ребята туча там такая надвигается я уже собрался была там еще одна поклевка перед сборами а так по итогу получается вот такое количество удалось сегодня словить прям такие вот эти три отличные такие такая двушка может чуть побольше плюс-минус но эти полторашки дед ну там в районе килограмм в общем как то так я уже то практически собрался там еще костюм одеть надо насос закинуть то сё рыбу ну короче пойду домой здесь метров сто пятьдесят до речки потом по реке еще вверх по течению метров три стоит там еще четыреста через болото в общем всем спасибо кто смотрел всех обнял всем удачи и пока я домой все пока в общем кому интересно получается где те деревья большие там речка и вот все мои эти вещи и вот по этому болоту по этой пойме которая заливается весной мне надо вот до той дамбы тащить лодку в общем как то так ладно всем пока я пошел я не знаю я не знаю что я не знаю что я не знаю я не знаю Продолжение следует...